Девчонки и мальчишки, всем доброе утро! У нас выходной. Я так всегда жду эту субботу и воскресенье. Но больше жду субботу. В воскресенье не люблю вечер, потому что время летит очень быстро. И понимаю, что завтра опять на работу. Так не хочется. Ну, вроде и хочется. Мне нравится. Я свою работу очень люблю. Я на ней работаю недавно. Сейчас вот уже в сентябре будет 3 года. Ну, это то, что я всю жизнь мечтала, скажем так. Так что мы сейчас завтракаем. Я одна. Дашуля у бабушки. Сейчас поедем, навестим их. У моей мамы в гостях. Олег на работу пошёл. А я буду завтракать. Олег всем хлеб испёк. Две буханочки. Одну. И вот вторая. Одну брату с женой отвезём. Им очень понравился. И одну буханку пополам. Ну, моей маме с Дашей и Олеговой маме половинку. Олег хотел мне завтрак приготовить, как обычно. Он же у нас по завтракам. Заведующий завтраков. Я говорю, да ладно, иди уже на работу. Я сама все приготовлю. Закрою жалюди, а то мои потом будут ругаться опять, что освещает. Слушайте, ну мой цветок опять зацветает. Но ещё много бутонов. Надо его вот так перевернуть. Овощной салатик себе сделала. С маслицем с оливковым. Из сертаки. Люблю очень салат с маслом из сертаки. Ну, либо с майонезом. Либо, если от майонеза отказываюсь, то масло из сертаки мне очень нравится. Немножко добавляю. Видите, какой получается майонезный. Ну, вкусный я люблю. Пускай, конечно, не очень диетический. Но, тем не менее. Мясо запечённое в духовке. Олег вчера попробовал. Очень вкусный. Я сейчас кусочек попробовала. Тоже вкусный. И хлебушек со злаками. На завтрак я ем хлеб. Ну, могу ещё в обед съесть кусочек. Хлебушка один. Вот такой маленький. Нам понравился. Мы на него подсели. Вот такие маленькие буханочки. Пекарни покупаем. Ну, рядом посёлок. Тут недалеко от нас. Смотрите, такие прикольные они. И очень вкусные. Покупаем прям горячие. От белого хлеба мы отказались полностью. Я бальзамчик. Приходится пить. Жалко. Ну, что, три бутылки стоят, никто не пьёт. Ну, говорят, полезно. Так что это не алкоголь, а чисто для здоровья. Покушаю с вами. И буду собираться. Сегодня еду брови своих в порядок привести. А то за карантин совсем я без бровей осталась. И поедем сразу на дом. Там опять у нас две встречи. Очень вкусно. На доме у нас опять две встречи. Решить вопросы надо. И не знаю. Что-то погода прям вообще не радует. Замучила эту погоду уже. Хочется горку прополоть. Никак я свою горку не пропалю. Дизайнер приедет, деревья обрабатывает. Скажет, Наташа совсем запустила своё хозяйство. Ну, мы там налётами, поэтому сложно очень. Расстояние далёкое от дома. Ну, от квартиры до дачи у нас до дома. Это у нас будет не дача, а дом. Ну, мы к старости готовимся. На пенсии жить там будем. Пятьдесят километров мы едем. Так что не накатаешься. Ну, в будние дни же мы работаем. С Олегом пятидневка. А вот выходные вырываемся. И все встречи назначаем на выходные. Если какие-то вопросы там по отделке, по стройке надо решать. И вот мы назначаем сразу несколько встреч, чтобы за выходной, вот у нас в те выходные было раз, два, три. Три встречи решали вопросы. Покажу вам ещё обзорчик какой-нибудь. А потом поедем на дачу. К маме, как всегда, с шашлычками. Там племянник приедет мой. С девушкой. Даша, мама. Сегодня они будут жарить шашлык. Сегодня они нас будут кормить. Какая-то стала отекать. Старость. Пятый десяток это серьёзно. Я когда начинаю задумываться, у меня прям слёзы наворачиваются. Блоги у меня сейчас будут выходить два раза в неделю. Какие дни пока не определилась. Потому что, сами понимаете, рабочая неделя, пятидневка на работе до вечера. Приходишь домой, стирка, глажка, уборка, готовка. Соответственно, мучить вас этими однообразными влогами я не буду. Сейчас, когда снимут карантин, уже более разнообразные будут те же вечера. Куда-то мы будем обязательно кататься, мотаться. И что-то. Ну и с моей диетой уже будет более что-то продвигаться. Буду вам показывать. Девочки, я с бровями. Наконец-то на человека похожа хоть. Пока тёмненькие, но чуть-чуть подсмоются. Потому что сейчас за выходные немного смоются, поэтому не стало их. Я вообще люблю посветление много. Ну, уже прям лицо другое. Так что едем в магазин и поедем снова жарить шашлык. Мы приехали в перекрёсток. Сейчас затаримся. Домой продукт надо купить. Взяли перчатки. На всякий случай вдруг не пустят. Где-то пускают без перчаток, где-то не пускают. Сейчас посмотрим, как здесь. Задают в перекрёстке перчатки бесплатно. Перчатки взяла на дом себе. По 200 рублей. Мы вот такие любим пановёрточки. Мы затарились. Слушайте, здесь в городе прям дождик был. Всё сыро, а у нас нет. Обалденно. Всё расцвело очень красиво. Прям за считанные дни всё позеленело. Красота. Всё цветёт. Я иду к бабушке Дине. Занесу продукты. И поедем в дорогу дальнюю, дальнюю. Погода, конечно, непонятная. То солнышко, то дождик. Даст он мне сегодня поработать или нет, не пойму. Купила себе орудие труда. Дешёвенькое. Ну, зашла. Вот такую взяла, Олег. Ну, она остренькая, кстати. Я потрогала. Она вот точённая. Прям хорошенькая. Чтоб от мамы не брать. Сейчас хотела у мамы взять и поехать к себе. Прополоть горку. Ну, решила, что думаю, возьму такую дешёвенькую. 190 рублей всего стоит. И пускай пока лежит летом там. Потому что часто её придётся полоть. И взяла секатор. Сейчас, кстати, надо Люда позвонить, спросить. Гортензию сухие ветки как можно обрезать. Нет? Ну, я вот спрошу, как. И взяла вот такой секатор, чтобы какие-то сухие там ветки, может быть, цветы пообрезать. Ну, или это может придётся. Стены штукатурят. Повернули буквально метров 200. С правой стороной, в основном, есть оборудование. Напротив него, влево, будет коробка. Дашина комната. Небольшая, маленькая. У нас комнатки все маленькие. Большие комнаты нам не нужны. Это вид с Дашиного окна. С одного окна. Это вид с Дашиного окна с другого. На соседей. На наш третий этаж, как я его называю. Так что процесс продвигается. Радиаторы сняли, потому что штукатурят здесь ниши. На кухне тоже под фартук оставили. Не заштукатуренная, чтобы зря материал не тратить. Вид с кухни. На кухне у нас два окошка. Хочу столешницы единые прям с подоконником делать. И п-образную кухню. У нас кухня не как у всех единой комнатой. Гостиная и кухня. У нас она гостиная отдельная, кухня отдельная. Олег не хочет единую. Потому что для него это две разные зоны. И он сказал, я не хочу. Я хочу, чтобы кухня и гостиная отделялись. Но они у нас, в принципе, как бы не сказать, что прям сильно отделяются. Вот таким вот проемом. Вот так получается. И здесь будет у нас п-образная кухня. Вот так. Столешница единая с подоконником. Хочу из камня, из ненатурального, из искусственного. И гостиная. Здесь обеденная зона в эркере. А здесь будет зона отдыха. Угловой диван и телевизор с камином. Камин электрический будет. И все. И холл. Холл я прям от него вообще в восторге. И я его так увлю, этот холл. Вот это вот свобода, широкие арки. Это мое. Я даже сначала переживала, что комнаты маленькие. Но сейчас я даже не настолько переживаю, что маленькие комнаты. Потому что там в комнату что-то поднялся и лег спать. А здесь вот оно. Оно все хождение у тебя здесь. Прихожая у нас отдельная. Холл отдельный. Это гостевая комната, небольшая. Но может быть я ее потом под кабинет заберу себе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...